В Центральном районе сотрудники полиции раскрыли тяжкое преступление. С травмой головы, ушибами, переломами в больницу был доставлен 36-летний волгоградец. Оперативники установили, что травму мужчине причинил ранее судимый 44-летний житель Светлоярского района в ходе возникшей ссоры. В содеянном задержанный сознался. Возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы. В Краснооктябрьском районе полицейские задержали подозреваемых в краже. Установлено, что с ноября 2020 года двое ранее судимых неработающих волгоградцев 30 и 35 лет совершили кражи электроинструментов и водовой техники из домовладения, находящихся на территории СНТ «Металлург». В ходе оперативно-рыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах. Задержанные в содеянном сознались, пояснив, что похищенные сдавали в ломбард. Денежные средства тратили на собственные нужды. Также устанавливается причастность задержанных и к другим аналогичным преступлениям. И снова зафиксированы факты хищения денежных средств с банковских карт у жителей Волгограда и области. Так, в Держинском районе 59-летней пенсионерке позвонил неизвестный под видом работника банка. Незнакомец под предлогом предотвращения хищения денежных средств с банковской карты потерпевшей завладел ее персональными данными, с которой похитил денежные средства в сумме 800 тысяч рублей. Также аферисты похитили 750 тысяч рублей со счета 42-летней Волгоградки под предлогом предотвращения попытки оформления кредита. Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами. Не позволяйте мошенникам себя обмануть.